Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Элита Элит – это 13 семей, которые контролируют этот мир. Теперь одна из этих семей, наконец, обратила внимание на биткоин. Так что же это за семья? Рокфеллеры? Фриманы? Рейнольдсы? Может быть, Астеры? Это самая узнаваемая в мире семья – Ротшильды. На этой неделе в передовом вестнике криптоновостей было сообщение о том, что Ротшильд Инвестмент Корп увеличили свои биткоин-накопления на 300% с апреля. В статье Коин Телеграф написано Ротшильд Инвестмент Корп за прошлый квартал увеличил свои накопления акций биткоин-траста Грейскейл с 38 346 до 141 405. Эти данные получены из документа, который менеджер инвестфонда передал в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Давай углубимся в этот документ и посмотрим, что мы можем здесь накопать. Поищем, что они купили у Грейскейл по запросу Грейскейл. У нас есть сразу два результата – трасты биткоина и трасты эфириума. Таким образом, Ротшильды наращивают позиции не только в биткоине, но и в эфире тоже. 141 405 акций биткоин-траста и более 279 тысяч акций эфириум-траста. Получается, что элитные семьи уже накапливают свои биткоины и эфириумы. Это происходит прямо сейчас. Причем не только с Ротшильдами. Помните, раньше в этом месяце миллиардер Джордж Сорос объявил, что начал торговлю биткоинами через свой Сорос фанд менеджмент. Однако Сорос не относится к тем 13 семям. Он – птица гораздо низшего полета и находится значительно ниже в иерархии элитных семей. Но что насчет других семей из этих 13? Есть ли у них какие-то связи с биткоином или криптовалютой? Вообще-то да. Если бы их не было, этого ролика тоже не было бы. Ты когда-нибудь слышал о такой компании, как Венрак? Это фирма венчурного капитала, название которого происходит из смешения двух слов – «Венчурный» и «Рокфеллер». Да, это инвестиционный фонд Рокфеллеров, который почти полстолетия был сосредоточен на инвестициях в науку и технологии. В апреле 2018 года Венрак заключили соглашение с криптопредприятием CoinFund, которое по факту являлось криптоинвестиционной группой. Эта новость тогда облетела мир в апреле 2018 и была опубликована на всех крупных медиаплощадках. Венрак и CoinFund вместе стремятся к долгосрочному сотрудничеству. Семья Ротшильдов, фонд Сороса и, наконец, семья Рокфеллеров вступает в криптоигру. Для меня особенно подозрительно то, что и Ротшильды, и Рокфеллеры начали свои криптодвижения в одно и то же время и появились в заголовках новостей в одно время, только в разные годы. Вернемся к статье CoinTelegraph о биткоине и Ротшильдах. Ротшильд Инвестмент Корп увеличили свои биткоин-накопления на 300% с апреля. Это ключевое слово. А теперь вернемся к новости о партнерстве Венроки CoinFund. Тоже в апреле. Есть более четкая дата, когда Ротшильды совершили свою первую покупку эфира. И это 16 апреля. Что за месяц такой этот апрель? Почему именно апрель для всех? В нем есть какое-то волшебство? Касаемо Венрок, 20 июля были большие новости. Та самая CoinFund представила новый фонд на 83 миллиона долларов для поддержки передовых участников блокчейн-индустрии и крипто-стартапов. Они собираются продвигать DeFi и NFT проекты. Вот это тоже очень важно. Если что, это новость от 21 июля 2021 года. То есть совсем свежая. Но самое главное, нам нужно запомнить DeFi проекты и NFT. Кроме этого, еще очень важный момент, что за новым фондом стоит Венрок. Других инвесторов пока не называют. А значит и Рокфеллеры тоже замешаны в этом фонде. Фонде, который будет поддерживать DeFi проекты и NFT макетплейсы. Они замахиваются уже не только на биткоин и эфириум, но на целые индустрии децентрализованных финансов и NFT. А возможно даже их смешение. Интересно то, что если углубиться, то можно даже найти название конкретного проекта, который может откусить кусок от этого кулича. Их два. Только я сразу хочу сказать, что я сам не собираюсь в них инвестировать. Пока что. И тебе не советую. Никаких финансовых советов. Все это просто копание, можно сказать, в грязном белье Рокфеллеров. В апреле, когда они анонсировали стратегическое партнерство с CoinFund, Венрок разместили пост с названием «Криптомиссия». И этот пост не так уж и прост. Судя по нему, Венрок понимает криптовалюту лучше, чем я предполагал. Я думаю, что они видят силу в децентрализации, даже цитируют Виталика Бутерина в тексте. Они заканчивают свой пост следующими словами. В Венрок мы взбудоражены существующими возможностями в криптовалюте. Мы являемся гордыми инвесторами Props Project, децентрализованной сети видеоприложений, и сформировали стратегические отношения с CoinFund. Мы остаемся нацеленными на децентрализованные протоколы, услуги и приложения, и предвидим интернет будущего с меньшим количеством контролеров, где уже у пользователей будет больше контроля, и где сами пользователи более честно участвуют в управлении этими сетями и создании соответствующей экономики интернета. Props Project. Хмм. Итак, один из альткоинов, с которым семья Рокфеллеров связана через Венрок, это Props Token. Он находится на 656 месте на CoinMarketCap, а капитализация проекта 18,5 миллионов долларов. По информации сайта этого проекта, он интегрируется с топовыми потребительскими приложениями, проводит множество транзакций и имеет внушительную базу пользователей, которая исчисляется миллионами. То есть его действительно используют. Вернемся к блогу Венрок. В самом низу написано, криптомиссия изначально была опубликована в медиуме на pacman.com, где люди продолжают беседу, освещая и отвечая на эти истории. Давай перейдем по этой ссылке pacman.com. Попадаем на сайт, который очень похож на медиум. Он был создан Дэвидом Пэкменом. И это технологический венчурный инвестор в компании Венрок. Он один из крупных ведущих инвесторов этого фонда. Одна из статей, которую он опубликовал на сайте pacman.com в июне этого года, называется «Investing in Rarible». Инвестирование в Rarible. Эта статья также была опубликована на сайте Венрок и была создана в прошлом месяце. То есть эта новость прошла незаметно, как и сам пост для всего криптосообщества. Но я изменю эту ситуацию. Эти парни не шутят. Дэвид понимает крипту лучше, чем я ожидал. Он говорит, что в 2018 году они предполагали, что NFT станет криптокатегорией, которая войдет в мейнстрим. На данный момент их ожидания не оправдались, но скорее всего они на пути к тому, что окажутся правы. Это слова Дэвида. Затем он показывает интересный график криптотрендов. Прошлого, настоящего и будущего. Сначала это были криптоактивы, затем крипто-дефай, затем NFT, в которых мы сейчас находимся, и следующий тренд будет смешение NFT и DeFi. По мнению Венрок, а значит и Рокфеллеров, NFT, смешанные с DeFi, должны стать следующими гигантами криптоиндустрии. Например, та самая площадка Rarible, о которой идет речь в этой статье. Rarible – это торговая площадка, которая может содержать не только NFT с криптоискусством, но и DeFi NFT тоже. Дэвид из Венрок пишет вот что. Мы с гордостью анонсируем наши инвестиции в лидирующий NFT Marketplace и протокол Rarible. Я тоже впервые слышу об этом проекте, но он занимает 420 место на CoinMarketCap и имеет капитализацию 52,5 миллиона долларов. Даже с недавним ростом Rarible все еще недооценен по сравнению со всяким мусором, который оценен выше, чем этот проект. Повторяюсь, я не слышал об этом проекте вообще, но я тоже, как и Венрок, считаю, что будущее за DeFi NFT. Это следующий криптовалютный тренд, следующие бомбы будут взрываться именно здесь. Итак, богатейшие семьи мира покупают не только биткоин и эфириум, но втайне готовятся к буму DeFi NFT. Так, Рокфеллеры точно инвестируют в Rarible и Props токен. Но опять же, это не финансовый совет. Я лично совсем не знаком с этими проектами, потому что никак их не изучал. Это не тема для этого видео. В этом видео я просто покопался в грязном белье Рокфеллеров и нашел то, что ты только что увидел. Так что я призываю тебя не покупать все в спешке, потому что это же Рокфеллеры купили. А хотя бы почитать про эти проекты больше, чем рыночная капитализация на CoinMarketCap и ранг на том же CoinMarketCap. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видеороликов. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на него будет в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok